Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о народной артистке Азербайджана Шевкет Олег Первой. Шевкет Фейзула Кызы Олег Первого родилась 10 октября 1922 года в Баку. Шевкет Олег Первого была третьим ребенком в рабочей семье из шести детей. Ее отец был большим поклонником музыки. Он был человеком, который любил азербайджанскую народную музыку, мугам и ашук. А мать была профессиональной таристкой. Она играла на таре в женском оркестре и часто водила дочь на репетиции. Шевкет Олег Первого с юных лет проявляла большой интерес к музыке. Именно этот интерес привел ее в 12-летнем возрасте в класс киманчи музыкальной школы. Вскоре в их доме образовалось фольклорное трио, состоящее из тара, киманчи и ударных инструментов в исполнении ее брата. Окончив музыкальную школу имени Асафа Зейналы по классу Гусингулу Сарабского, начала выступать на сцене. В 1937 году она победила на певческом конкурсе, где ее талант оценивали композитор Узир Гаджибеков и певец Бюльбюль. Остальные дети впоследствии также получили музыкальное образование. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1945 году работала солисткой Азербайджанской государственной филармонии. У Шевкет Олег I для пения были высокая вокальная культура, эмоциональность и лиризм, а для мугамного творчества — искусная импровизационная способность. В 1937 году она победила на певческом конкурсе, где ее талант оценивали композитор Узир Гаджибеков и певец Бюльбюль. Субтитры создавал DimaTorzok После блестящего исполнения ее, впоследствии чего она вошла в тройку лучших, вместе с Фатмой Михралиевой и Гюльей Гамамедовым, композиции «Карабах», «Шикистиси», «Гаджибеков» принял Олег Перву в новосозданный азербайджанский государственный хор, в котором она и начала профессиональную карьеру певицы. Ее наставниками были фольклорист и педагог Агалар Оливердибеков и оперный певец Гусенькули Сарабский. Этот конкурс положил начало вхождению Шевкет Олег Первой в профессиональную музыку. В Азербайджане большую популярность приобретают народные песни «Мугамы» — авторские песни в исполнении Шевкет Олег Первой, начавшие работать солисткой филармонии в 1945 году. Встреча, Бахтияр, можно ли его простить? Песни, написанные Тофиком Гулиевым для своих фильмов, были исполнены Шевкет Ханум, и народ помнит эти песни наизусть. Песня, Бахтия, 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 Бахтия. Песня, Бахтия, Бахтия, Бахтия. Романтическая пьеса «Мяни Джандану Сандерды», исполненная певицей во второй части кантата «Физули», композитора Джихангира Джихангирова, нашла путь к сердцам людей. Особое место в репертуаре Шевкет Олег Первой занимала песня «Эмина Сабит, Оглы, Щерендиль». Текст песни взят из кирки б devastы лары. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В СССР, Франции, Швейцарии, Шри-Ланке, Афганистана, Индии, Египта, Алжира, Ирана, Турции, Польши и других зарубежных стран. В репертуаре Шевкет Олег Первый такие мугамы, как Сейгих, Катар, Шахнас. Песни азербайджанских композиторов и ближневосточных композиторов. Шевкет Олег Первого была замужем два раза. От первого брака у нее родилась дочь Нателла в 1944 году. После того, как муж Олег Первый, как военный врач, ушел на фронт и создал новую семью, они развелись. В 1955 году 33-летняя Олег Первого вышла замуж за 35-летнего режиссера Летифа Сафарова. От брака у Олег Первой родился сын. После самоубийства второго мужа в 1963 году певица больше не выходила замуж и всю свою жизнь посвятила детям и музыкальной карьере. Внезапная смерть дочери Нателлы в 1992 году отрицательно сказалась на слабеющем здоровье Олег Первой, пережившей дочь всего на год. Субтитры создавал DimaTorzok В фильме Узира Гаджибекова «О Олмасен» Бу Олсен, музыкальные партии роли Санам, исполнила Шевкет Олег Первого. Субтитры создавал DimaTorzok В годы Великой Отечественной войны Олег Первого выезжала с гастролями на фронт, исполняя патриотические песни и нередко выступая до 50 раз в день. К 1950 годам Олег Первого была признана самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. В ее репертуаре, наряду с песнями на азербайджанском, имелись песни на персидском, арабском и турецком языках. За свою творческую карьеру Олег Первого посетил с гастролями более 20 стран в Европе, Азии и Африке. Шевкет Олег Первого Она была еще и замечательным педагогом. Она объездила весь Азербайджан, отобрала талантливых детей и привезла их в Баку. Ее ученица, Айбенис Ханум, говорит, что Шевкет Олег Первый была очень щедрым человеком. Мы часто бывали в нее. Она никогда не оставляла нас голодными, всегда стол был накрыт для нас. Шевкет Олег Африке Шевкет Олег Африке Друзья, благодарим вас, что были с нами. Надеемся, что вам понравилось наше видео. Следующий наш выпуск будет посвящен одному из азербайджанских фильмов. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok